Это программа Камертон социальная сеть в студии журналисты телекомпании Аист Антон Чернышев и Яна Макарова. Начать мы хотим с цитаты из проекта устава старейшего детского медицинского учреждения города. Цель учреждения больницы – бесплатное пользование страждущих временными болезнями детей, обоего пола, всякого звания и состояния бедных родителей, преимущественно жителей города Иркутска и его окрестностей, без различия сословия, народности и вероисповедания в возрасте от 2 до 12 лет. Примечание. Вне предельного возраста дети могут быть принимаемы в больницу лишь в тех случаях, когда они по росту и развитию подходят под условия приема. А теперь вопрос. О какой городской больнице идет речь? Я знаю. Неужели? Да, я знаю. Это Ивана Матренинская детская городская клиническая больница, которая в этом году исполняется 118 лет. Именно о детской клинической больнице мы сейчас и поговорим. Ведь уже в июне этого года врачи планируют провести первую операцию в новом хирургическом корпусе, строительство которого ведется с 2008 года. И наше интерактивное голосование мы как раз-таки посвящаем этому событию. Сегодня спрашиваем. Ждете ли вы открытия нового корпуса Ивана Матренинской больницы? Три варианта ответа. Да, это важно для меня. Да, это нужно городу. И третий вариант. Нет, мне все равно. Напоминаю, телефон прямого эфира 707020. Также пишите в скайп. Камертон Иркутск слит на латинице. Кроме того, обсудить эфир вы можете в группах нашей программы, в социальных сетях. Мы есть вконтакте, в фейсбуке, в одноклассниках, в твиттере и даже в инстаграме. Там вы можете посмотреть записи прошлых эфиров, предложить темы для новых выпусков, оставить комментарии, кроме того, выложить свои фото и видео, связанные с городскими проблемами. Возвращаясь к теме нашего эфира, Антон, я знаю, что ты в детстве лечился в Ивана Матренинской больнице. Поделись впечатлениями. Я бы сама с радостью, но, к сожалению, не могу, потому что я переехала в Иркутск, уже будучи студенткой. Да, действительно, был такой фактор в моей биографии. Это было в классе в восьмом. У меня были проблемы с лимфоузлами, и я лечился в Ивана Матренинской больнице. Ну, из того, что я помню, я помню, что я очень боялся уколов, поэтому то время, когда подходило время ставить уколы, я начинал нервничать. Но вообще мне нравилось лежать в больнице с той точки зрения, что когда ты лежишь в больнице, к тебе приходят родители в часы приема и приносят все, что ты у них попросишь. Мне кажется, это единственная положительная сторона у детей, когда они болеют. Ну да, на самом деле болеть, конечно, не всегда здорово. Вот ты лечился в старом корпусе Ивана Матренинской больницы. А я предлагаю посмотреть сюжет о следующем... О новом корпусе. О новом корпусе. Давайте посмотрим. В новом хирургическом корпусе Ивана Матренинской детской больницы идет монтаж медицинского оборудования. Строительство самого здания и внутреннюю отделку уже завершили. Возводить новый корпус больницы начали еще в 2008 году. Однако в процессе строительства проект претерпел много изменений. Кроме того, в октябре 2010 года пришлось сменить подрядчика, поэтому сроки сдачи объекта в эксплуатацию немного затянулись. Потому что проект был сделан в 2006 году, он не соответствовал нынешним нормам и, в принципе, не отвечал требованиям по современным материалам. Появились много различных технологий уже, поэтому потребовалось много изменений внести в проект. В процессе строительства они вносились, поэтому такие вот сроки получились у нас как бы затянуты. Но сейчас все уже позади, и больница может гордиться новым шестиэтажным корпусом. На площади 8800 квадратных метров разместились 10 операционных и 3 реанимационных зала. Планировка здания позволила впервые собрать все отделения больницы в одном месте. Также обновили и медицинское оборудование. Например, раньше маленьких пациентов приходилось возить на томографическое обследование в другие медучреждения. Теперь же в Ивана-Матрюнинской есть свой мультиспиральный компьютерный томограф. Аппарат 64-спиральный, высокотехнологичный для обследования новорожденных детей и детей более старшего возраста. Аппарат, конечно, мы давно получили, уже сделали первое обследование. Также в отделении вскоре появится еще один томограф – магнитно-резонансный. Хирургический корпус здесь ждут давно, с момента постройки основного здания. По словам заместителя главного врача Павла Юрукова, теперь коллектив больницы буквально считает минуты до момента, когда, наконец, можно будет приступить к работе в новом здании. Ведь условия, которые имеются в медучреждении на сегодняшний день, к сожалению, не отвечают современным требованиям. То есть люди работают на головах, находятся. То есть и операционные сестры, и анестезистки, да, нигде вообще не встать, не поработать. В операционной скученность, которая, ну, как бы, такого быть не должно. Этот корпус, он нам позволит, с учетом современных позиций, современных требований к проведению операции, наркозы, выхаживанию детей в постнаркозном периоде, да, соблюсти все требования. С началом лета начнется и работа в новом корпусе. Врачи считают, что его открытие позволит им делать до 14 тысяч операций в год. Мария Князева, Александр Барановский, Камертон, социальная сеть. За время сюжета в нашей студии появился гость, имеющий непосредственно отношение к теме нашей программы. Это главный врач Ивана Матрёнинской городской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, депутат Думы Иркутска Владимир Новожилов. Здравствуйте, Владимир Александрович. Уважаемые телезрители, задайте вопрос нашему гостю. Вы можете по номеру 707020 обязательно звоните или пишите нам в скайп Камертон Иркутск, слитно на латинице. Ну я напомню еще раз наше интерактивное голосование. Мы спрашиваем, ждете ли вы открытие нового корпуса Ивана Матрёнинской больницы. И три варианта. Да, это важно для меня, да, это нужно городу и нет, мне все равно. Ну и теперь к вопросам. Предлагаю вернуться к сюжету, обсудить его. Тот сюжет, который мы только что посмотрели. Вот в сюжете сказано, что сейчас уже идет в новом корпусе монтаж оборудования. А как будет проходить тестирование этого оборудования? Ну, 21 числа приедут врачи-аппликаторы уже. И с 1 июня мы планируем в тестовом режиме запустить компьютерный томограф, начать уже не по 100 лет. Аппликаторы-то что значит? Аппликаторы-то врачи, которые проводят тестирование рабочих программ, которые устанавливаются в компьютере. А откуда приедут? Из Москвы. То есть они проведут тестирование всего оборудования в корпусе? Да, да, да. Нет, компьютерный томограф. Все остальное, в принципе, у нас уже работает в рамках программы модернизации здравоохранения в основном корпусе, где мы сейчас живем. Оборудование перемещается и начинается работа. Скажите, а почему прошло много времени между созданием проекта нового здания и уже его строительством? Вы знаете, исторически, посмотрите, если на конец 19 века, в конце 80-х годов, 19 века, здание началось строиться, а комплекс построился только в 1995 году. Строительство шло почти 10 лет, если аналогию проводить. Дело в том, что между проектируемой и реализацией проекта достаточно большой срок проходит. И оборудование, которое проектируется, оно уже сегодня не выпускается, и приходится, соответственно, вносить изменения в проектные решения и так далее. Что затягивает, конечно, и работу. То есть проблемы были с финансированием? Не с финансированием, а с проектированием. А то, что касается долга стройки такой, был же еще период, когда у нас был кризис. И, несмотря на это, стройку не остановили, продолжали потихоньку делать. Чему я очень благодарен, что не остановили. Потому что восстановить потом целый цикл, это сложно. А почему меняли подрядчика? А в ходе строительства подрядчик обанкротился в результате кризиса экономического. То есть 8-9 года. И поэтому тут реанимировали стройку очень быстро. Я считаю, что тот подрядчик, который у нас сегодня есть, Иркутск, он в общем-то, они молодцы. Они нашли возможность сделать так, как мы просили. Но вот одна из проблем при любом строительстве в последнее время, к сожалению, Это так называемые недобросовестные подрядчики. Поэтому у нас много говорят о контроле. Вот вы как осуществляете контроль? Нет, это очень добросовестный подрядчик, я хочу сказать, с одной стороны. С другой стороны, мало людей в городе, кто бы не обращался в больницу. И поэтому я считаю, что и подрядчики тоже, кстати, у них и дети лечатся, Все мы заинтересованы в том, чтобы больница быстрее заработала, открылась. И поэтому, конечно, контроль со стороны администрации больницы, И просто врачей, и просто людей ведется. И свои пожелания мы излагаем в письменной форме, Они обычно их пытаются реализовать. Из сюжета мы узнали, что в новом корпусе будет производиться 14 тысяч операций в год. То есть это 38 операций в день, даже с учетом праздников. Это реально будет сделать? Я думаю, что будет больше на самом деле, Потому что 14 тысяч операций в год мы делаем уже сегодня по факту. А как так? 38 операций в день? То есть это все отделения задействованы? Все отделения задействованы хирургического профиля. Разные операционные, разные потоки пациентов. Сейчас же технологии позволяют нам работать очень быстро. Очень быстро. Наркоз очень нежный, детский наркоз, очень качественный. Ребенок быстро просыпается, уходит к маме. Ну вот наша такая технология. И то оборудование, которое покупается, многомиллионное, Оно как раз для того и делается, чтобы минимизировать пребывание ребенка в стационаре. Вот открытие нового корпуса позволит ли оно использовать в Иркутске Какие-то новые технологии, которые до этого в нашем городе не применялись? Быстрее надо открывать, потому что технологии уже стоят, ждут. Они уже на горячей сковородке готовы идти вперед. Есть. А в связи с новым оборудованием будут ли какие-то новые отделения открыты? Да, будут новые подразделения. Это центральное стерилизационное отделение будет открыто. Сейчас заканчивается, идет монтаж оборудования. Компьютерный томограф. А потом что будет производиться? Стерилизация инструмента, подготовка расходных материалов для проведения оперативного лечения. Потом совершенно принципиально там у нас идет разделение потоков будет на плановый экстренный поток, что, конечно, облегчит жизнь и врачам, и пациентам. У нас есть звонок. Давайте послушаем горожанина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Вопрос у меня такой. Есть ли проблема кадров в Ивано-Матрёнецкой больнице, особенно интересуют врачи? И если есть, то какие вы предпринимаете меры для того, чтобы привлечь новых специалистов или других лечебных учреждений? Спасибо большое за вопрос. Отличный вопрос, потому что проблема кадров сегодня в здравоохранении, она самая важная, считаю, потому что люди определяют все. Можно построить здание, можно купить оборудование, но человека подготовить профессионально, как хирурга, это нужно 10 лет, так же, как летчика. Поэтому проблема есть. Она существует. Как мы решаем эту проблему? По примеру этого года 10% выпускников Иркутского государственного медицинского университета придут к нам на работу. Это первое. Второе. Мы, как все, пожалуй, главные врачи, все учреждения, стимулируем своих молодых специалистов в виде специальной такой надбавки стимулирующей. Но на самом деле проблема даже не в деньгах. Проблема в том, что, пожалуй, профессиональный рейтинг профессии врача среди других профессий, он в последнее время упал. И молодежь особенно не стремится прийти в медицину. И главная наша общая задача всего общества поднять рейтинг врача, отношения врача. Ведь врачи – это наиболее образованная часть общества, потому что 6 лет учебы. И в течение своей профессиональной деятельности фактически постоянно приходится учиться, учиться, учиться. Потому что технология новая, и приходится постоянно в таком режиме работать. Владимир Александрович, предлагаю посмотреть сюжет о том... Я на перебью, извини, просто есть еще один звонок. Давайте сразу послушаем, чтобы недолго ждал телезритель. Наталья Васильевна до нас дозвонилась. Наталья Васильевна, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, алло. Да, 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 говорите. У меня вот такой вопрос к господину Наложилову. Я неделю, месяц назад лежала с внуком нефрологии. Я не знаю, чем вы... Но я понимаю вас в чем, что вы хирург, и вам нужно хирургическое отделение сделать так. Это ваше хобби, это ваше золотая жила. Это моя профессия. Да. Но я имею в виду... Все-таки в чем вопрос? Ваша профессия, да. Но как-то вот надо вам... Но я не могу сказать, чтобы вы за это отвечали. Но у вас очень много заместителей. По хозяйственной части есть, по охо. То есть я говорю так, как я знаю, как я была руководителем. Я лежала с внуком нефрологии. Игорь Васильевна, ремонт нужен в нефрологии, я так понимаю. Вы и об этом ведете речь. Да, нефрологии, да. Значит, я хочу сказать вообще, в принципе, на много лет вперед, когда я только стал главным врачом, мы расписали такой план стратегического развития больницы. И вот те педиатрические корпуса, которые, собственно говоря, сданы в эксплуатацию 20 лет назад, уже сегодня требуют капитального ремонта. Но дело не в капитальном ремонте. Ведь принцип тот, который мы заложили в реализацию этого проекта, создать условия для пребывания матери и ребенка, мать и дитя. И вот в наших планах есть, после того, как мы введем операционный блок, у нас планируется где-то в ближайшие тоже несколько лет строительство еще одного хирургического корпуса, перемещение с депутатской педиатрических отделений в основной корпус. Вот в плане закрепления кадров у нас появится возможность тогда предоставлять им жилплощадь. И по педиатрическим корпусам создание таких центров мать и дитя на базе существующих подразделений. Конечно, мы пытаемся их поддерживать в текущем режиме, еще что-то, но радикально здесь надо менять всю систему оказания помощи детям, потому что дети требуют нахождения с собой близкого человека, такого как мать. Я считаю, что это совершенно правомерно и в новом законодательстве это совершенно есть. То есть на депутатской планируется открытие общежития? Большой план заключается в том, что после строительства хирургического корпуса номер 2, который еще пока не построен, он будет находиться в комплексе Ивана Матерининской больницы, освобождается помещение на депутатской. И мы хотим, собственно говоря, это в 74-м году и было общежитие, в силу необходимости его перепрофилировали в больницу. Освободятся эти площади и будет создано малосемейное общежитие для персонала. И я думаю, что жилищным вопросом... А что будет располагаться в основном корпусе, который сейчас старый? Основной корпус, стратегически, там будет располагаться экстренный медицинский центр. То есть тот центр, куда все пациенты будут с экстренной патологией, любой патологией, педиатрической, хирургической стекаться. То есть сейчас есть проблема, что плановые и экстренные больные все поступают в одно отделение? Исторически так и было. Мы возвращаемся по витку спирали исторически к тому, чему нас учили деды. То есть фактически мы создаем такую мощную систему, которая позволит в любой ситуации любому больному получить помощь, не бегая по всей больнице, по всему комплексу и так далее. А в новом будут только плановые? Ну, со временем да, но сейчас немножко другая система. Мы должны этапы все эти пройти, вот нравится это или не нравится. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет о том, как работает старый корпус, что там происходит. Слово Анне Пологурдовой. Ивано-Матрёнинская больница – крупнейшее многопрофильное медицинское учреждение Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сутки больницы принимают до 2000 посетителей. Здесь медицинскую помощь врачи оказывают детям с первых суток жизни до 18 лет. Различные отделения больницы располагаются в нескольких зданиях, однако их помещения уже давно перестали справляться с большим потоком пациентов. Так, например, из-за стеснённых условий в больнице нет полноценного приёмного отделения. Один специалист вынужден принимать как экстренных, так и плановых больных. Во-первых, это увеличивает сроки пребывания ребёнка в приёмном отделении. Это ожидание, это время ожидания. Кроме того, ведь нередко больной, обращающийся по экстренным показаниям, имеет какие-то инфекционные заболевания, в том числе острую респираторную инфекцию, которая относится к разряду воздушно-капельных инфекций и разносится с помощью воздуха. Большие очереди к специалистам также являются следствием отсутствия полноценного приёмного отделения. И это не единственная проблема. Неудобства пациентам и медикам доставляют и то, что здания больницы, а их пять, не связаны между собой. Так зачастую больному, сдав анализы в одном корпусе учреждения, приходится идти на приём к врачу в другой корпус, через улицу, что неправильно, говорят медики. Да и кабинеты специалистов больницы уже давно не отвечают современным требованиям. Для хирурга должен быть кабинет в соответствующей площади. К кабинету должно быть ещё наличие процедурного кабинета, перевязочного кабинета, для кабинета для осуществления малых операционных вмешательств. То есть вот это всё должно быть. На сегодняшний день, конечно, мы это всё осуществляем, ну, так вот, как бы в экстренном режиме. Не совсем так, как это должно быть. Сделать пребывание пациентов комфортным, а работу врачей более эффективной и качественной, поможет новый хирургический корпус. Поэтому его открытия и те, и другие ждут с нетерпением. Анна Пологрудова, Евгений Шарыпов, Камертон, социальная сеть. Владимир Александрович, сейчас больница в нескольких зданиях расположена. Мы уже говорили, что это депутатская старая корпус. Новый корпус сможет вместить всех врачей? Ну, вот, операционный блок, это сердце больницы. Там будет располагаться реанимация, 10 операционных, диагностический такой этаж, приёмное отделение. Это не госпитальный корпус. Госпитальный корпус, я говорил только что о нём, он нам нужен, он планируется. И это позволит решить многие проблемы. Но уже сегодня, когда появились коммуникации, переходы между зданиями, уже жить стало легче. Я мечтаю о том, чтобы больные у нас не ходили по улице. Вот все периоды стройки мы ходили по улице, и зимой, и летом, и в дождь, и в холод, и так далее. Вот этого уже не будет. И система будет построена таким образом, что экстренная помощь будет непосредственно уже локализоваться в операционном блоке, где есть оборудование противошоковое операционное, в новом. А плановая помощь пойдёт традиционно. А то есть там как-то новый корпус соединяется старым? Всё соединяется будет. А когда будет уже соединение? Соединения уже работают. Уже все соединены? Да, мы уже ходим там, и в корпус попадаем, и так далее. Есть вопрос у нас в скайп, Сергей спрашивает, удобно ли для пациентов и врачей то, что здание будет шестиэтажным? Да, удобно, там будет шесть лифтов. А это какие-то особенные будут лифты или обычные? Лифты для пациентов, грузовые лифты, есть специальные шахты с лифтами, оборудованные для инструментов и так далее. Шесть лифтов будет, это более чем достаточно. Вот я ещё слышал, что там будут какие-то учебные комнаты. Там, да, значит, совместно с университетом планируется создание учебного центра симуляционного класса. Помещения там предусмотрены. Будет принято решение по Минздраву, насколько я знаю, там принято решение о выделении соответствующих средств. И там планируется симуляционный класс для обучения персонала студентов. То есть, отдельно будет учебное? Да. Вот есть ещё одна проблема, которая обсуждается и в СМИ в последнее время. Это проблема, конечно, безопасности. Телезрители, естественно, помнят те истории с помещением пациентов. Вот как будет решаться вопрос в новом корпусе и что вообще делается для того, чтобы... Знаете, мы, конечно, пережили большую личную психологическую травму по поводу кражи ребёнка. Это, ну, удивительная история. Требует отдельного обсуждения, конечно. Значит, уже сегодня мы проводим аккредитацию. Будут выданы пластиковые карточки такие, вот как у вас на АЭСТе. И система, которая будет позволять делать допуск пациентов в определённые места. И допуск персонала тоже ранжирована в те помещения, в которые они могут... То есть, не каждый человек всюду сможет пройти? Абсолютно. Не каждый врач. Абсолютно. Охрана, как была, так и есть. А как там с видеонаблюдением? Видеонаблюдение 35 камер и ещё дополнительно 8 будет монтироваться. Это вот в новом корпусе? А старая будет оснащена? Естественно, не оснащена. Уже все? Есть все. В начале программы мы уже говорили, что больница исполняется 118 лет. Солидный возраст. Солидный, почётный возраст. И нам стало интересно, знают ли об этом почётном возрасте горожане? Давайте посмотрим опрос. Не могу даже сказать, но, наверное, около 100 лет-то, наверное, есть. Думаю, что очень давно. И хорошо работает. Если честно сказать, не знаю, но, наверное, лет 30-то точно. Я знаю, что она ремонтировалась долго. Вот я вообще как бы не местная, поэтому лет 30, наверное, работает уже. Не знаю, честно говоря. Ну, наверное, лет 20-то точно. Думаю, что очень давно. Год не могу назвать. Но... Так, по-моему, она... Ну, с 2000-м она уже работала. Очень давно. Наверное, с войны. Ну, с годов так с 40-х уже, наверное. Давно уже лет 10, наверное, 11-12 работает. Я думаю, давно, лет 10 уже работает. Давно-давно. Где-то, наверное, с годов 50-х. Ну, я не знаю, да, я сколько себя помню, лет 25, наверное, и работает. Больше. Там, считай, строят же еще что-то. Давно работает. Ну, больше 100 лет. Владимир Александрович, ну вот далеко не все знают, да, что очень почтенный возраст у больницы. Не обижаетесь на иркутян за это? Да нет, почему я должен обижаться? Дело в том, что она и построена иркутянами, и передана в видение города в 1905 году наследниками купца Базанова. Ивана Ивановича. И называется, свое историческое название носит по именам основателя Ивана Базанова и Матрена Базанова. Иван Матрюнецкий. Они были муж и жена, да? Муж и жена. Мы знаем, что к 115-му юбилею была издана книга. Книга была издана 500 экземпляров. 500 экземпляров. Это один экземпляр есть у нас, только компания есть. Да, как можно эту книгу приобрести, если она в доступности? Ее уже не осталось, к сожалению. У меня два экземпляра лежат. Мы к 120-летию больницы обязательно книгу переиздадим, потому что появились новые факты истории. Такие люди, потомки, вернее, потомки главного врача появились. Поэтому мы что-то там переиздадим. То есть издание книги позволило найти всех заинтересованных, кто сказал, что нужно дополнить. Вы знаете, пришли люди, приносили фотографии, которые я видел только в таком впечатном виде. Принесли оригинальные фотографии людей, которые работали до войны, в войну. Ну, очень интересно. История больницы – это история нашего города, часть нашего города. Ну, там ведь есть и ветераны Великой Отечественной, есть и почетные граждане, есть все, кто был награжден. Я не знаю человека, кто бы не общался с Ивановой Турецкой больницей в этом городе. Ну да, в этом городе действительно. Вот хочется спросить, несмотря на то, что корпус открывается к 118-летию, но 120-летие не за горами, можно сказать, что открытие нового корпуса – некий подарок. Как вообще собираетесь отмечать 120 лет, довольно-таки солидно, да, так придет? Вы знаете, важно, чтобы мы собрали всех, кто работал в больнице, кто может прийти. В первую очередь ветераны, потому что вот связь поколений, ветеранская организация – это они наши очень большие помощники. Это очень важно. Ну, а традиционные, торжественные какие-то мероприятия, конференции, конечно, они будут. Благоустройство необходимо выполнить. Еще ряд моментов, которые я пока не хочу загадывать, но в плане они у меня есть. Есть у нас вопрос в скайпе. Алексей спрашивает, пару лет назад видел сюжет в новостях, как в Ивановой Турецкой больнице высаживали аллею деревьев. Что с этой аллеей? Она растет, растет, процветает, за ней ухаживают. Это хорошая традиция, потому что каждый знает, где его дерево посажено. Сейчас вот сад, который у нас был, грушевый сад, он, к сожалению, ушел в небытие в связи со строительством. Но вопрос о том, чтобы создать такой сад, который весной цветет, а осенью становится красным и очень красивым, конечно, необходимо подумать. Может быть, как раз к открытию нового корпуса. Может быть. Это, наверное, тот самый сюрприз. Вопрос у вас еще такой, хочу спросить. Я сам снимал акцию, у вас проходила «Подари улыбку детям», и я знаю, что и другие подобные акции проходят. Вот об этом расскажите, что это грядет. Вы знаете, это такая международная штука, акция. Участвует очень много врачей из разных стран мира, наших врачей, российских, из разных городов. И это такая добрая вещь. Я не говорю о том, что большое количество детей получили суперквалифицированную помощь. Это просто еще некое общение, и мы тоскуем, когда их долго не видим. Но я надеюсь, что сейчас корпус запустится, и на будущий год мы все вместе подумаем, как это грамотно и правильно сделать. Есть у нас еще один звонок. Анна Борисовна до нас дозвонилась. Анна Борисовна, здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Да, добрый вечер. Я с уважением отношусь ко всем открытиям детской больницы Ивана Матрёнецкой. Она необходима городу. Но мне бы хотелось узнать. Вот я бабушка, у меня внучке 6 лет. Я три раза обращалась в лор-отделение. К сожалению, у ребенка болят уши. Но мы приезжаем утром. Объявление. Там в течение часа приема не будет. Очередь собирается человек 10. И никуда не достучаться, что ребенок плачет. Он просит помощи. Я не могу объяснить, что по непонятным причинам... Анна Борисовна, я понял вопрос. Я понял вопрос. Это моя головная боль. Это проблема, прежде всего, кадров. Нам не хватает лор-врачей, как воздуха. И поэтому очень сложно. И я понимаю все это. Кабинет мой рядом. И я все это вижу и знаю. Значит, решаться будет следующим образом. Будем привлекать кадры. На выходе тут есть врачи-ординаторы, которые будут привлекаться. И будем завтра уже в департаменте обсуждать вопросы создания лор-центра, которые бы отвечали современным требованиям. Вопрос такой, который, наверное, когда обсуждают строительство, он всегда всплывает. Обозначена дата 1 июня. Как все-таки думаете, к 1 июня? К 1 июня строителей не должно уже быть на стройплощадке. То есть 1 июня будет торжественно открытие? Нет. Тут же еще ряд юридических моментов. Передача документов, документация, комиссия, приемки и так далее. Но 1 июня мы хотим, чтобы уже строители ушли, чтобы мы потихоньку сюда в здание въезжали, потому что понимаем, что за одну секунду по щелчку пальцев ничего не возникнет. Для того, чтобы мы начали осваивать здание, все равно какие-то проблемы будут, которые придется по ходу этого действия устранять. Так, чтобы к моменту перерезания ленточки уже все было готово и все работало. Но 1 июня, это та дата, она для меня весьма важная, потому что 1 июня 1994 года мы открывали Центр хирургии и реанимации новорожденных. День защиты детей. Я помню, как это было, и что был Борис Александрович Говорин и Юрий Абрамович Ножиков, что это было важно. Мы потом еще полгода отмывали там все, доделали, еще что-то. Но я хочу, чтобы мы туда зашли. Подходит к концу времени программы. Предлагаю подвести итоги интерактивного голосования. Мы спрашивали, ждете ли вы открытия нового корпуса Ивана-Натуринской больницы. Победил вариант «Да, это нужно городу». Хорошо, что есть такая поддержка со стороны горожан. Я не сомневалась почему-то в этом ответе. Владимир Александрович, вы сомневались? Знаете, как-то мне задали вопрос, вот нужна ли больница гораздо проще построить, там сады, школы, ну и проще, и эффективнее, еще что-то. Я тогда сказал, поднимите руку, у кого здесь не лежал ребенок, и ни один не поднял. Понимаете? Ну что, больница нужна? Больница, конечно, нужна. Подошло к концу время программы. Спасибо большое вам за эфир. Я напомню для наших телезрителей, что у нас в гостях был главный врач Ивана-Натуринской больницы, депутат Думы Иркутска Владимир Новожилов. Во вторник, 21 мая, в этой студии наши коллеги Павел Добродеев и Антонина Махнева поговорят о проблемах предпринимательства в нашем городе. Не пропустите. Это была программа Камертон, социальная сеть. Смотрите нас со вторника по четверг на телеканале Аист. И всегда в интернете. До свидания. В Иркутске проходит патриотическая акция «Помни меня». Ее организаторы Виктор Кондрашов и Андрей Лобыгин призывают жителей города увековечить память о своих родных, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Приносите фотографии в центры сканирования. 21 июня у Вечного огня появится стена памяти. Нашей общей памяти. Телефон горячей линии 62-00-70. Субтитры создавал DimaTorzok